Друзья, всем привет! Продолжаем видеодневник по обучению в институте пассивного дома. Сегодня у нас суббота. В субботу, как правило, происходит посещение энергоэффективных домов. В данном случае мы находимся в первом пассивном доме в России, в городе Истро. Александр сейчас в двух словах расскажет, что это за дом. Мы на первом этаже находимся. Там у нас входная группа. Вот она видна входная дверь, окна, здесь лещная клетка, здесь будущий кабинет, потолки уже опущены, здесь санузел, инженерные помещения, где сердце всех систем. Ну и вот сюда, если мы пройдем, здесь у нас с вами костинная. Вот в данном случае столовая, костинная. А тут были комнаты. Можно выходить на улицу, открывать двери и, соответственно, наслаждаться природой. Значит, обращаем внимание на наши супертеплые окна. То есть это Генео с уширителем, чтобы можно было вставить трехкамерный стеклопакет. Здесь просветленные стекла с криптоном. И у нас рамки, выполненные методом гнутья. То есть нет никаких соединений по углам. Рядом с такими окнами очень комфортно находиться. И мы видим, что в доме нет никаких отопительных приборов. Ни под окнами, ни вот здесь, ни рядом с окнами. Вот еще окна. Видим, где же отопительные приборы. Так как это пассивный дом, в нем можно отказаться от классической системы отопления. То есть у нас затраты на отопление очень маленькие. Кочность системы отопления смешная. Поэтому мы отапливаемся с помощью приточного воздуха. Догревая приточный воздух, там покажу я колоритер. Мы подаем необходимое тепло. Во все помещения оно распределяется. И, соответственно, покрывается вся отопительная нагрузка. То есть достоинство пассивных домов, то что можно не стоять никакие отопительные приборы. И можно находиться в непосредственной близости с окнами. Сидеть на подоконниках зимой. Если широкие подоконники, то спать на подоконниках. Потому что вот эти окна, у них сопротивление порядка двух с половиной единиц. Мы в техническом помещении первого пассивного дома. Значит, первое и важное, да, это вентиляция. Вот вентустановка, дополнительно блок охлаждения. Здесь вентустановка Циндер. 550-я вентустановка. Здесь комфракул, блок охлаждения. Вот там вверху у нас теплообменник, колорифер. То есть где непосредственно нагревается приточный воздух и распределяется по системе воздуховодов. Значит, что мы здесь видим? Мы здесь видим две буферные емкости. Они необходимы для горячей воды, отопления, охлаждения. Есть утепленные трубопроводы. Причем толщина теплоизоляции можно увидеть. Вот здесь из кофлекса, есть из минваты. Здесь толщина теплоизоляции два диаметра. То есть огромные толщины. Крепление по теплоизоляции. То есть не трубы, а именно уже хомут по теплоизоляции. Забор холодного воздуха с улицы. Соответственно, есть дроссель-клапан, есть фильтр наружного воздуха. Очень большое утепление. Вот здесь 64 миллиметра эффективной теплоизоляции. Тоже комплекс. Это у нас удаление уже отработанного воздуха на улицу. Соответственно, все герметично, все запнуто. Это у нас уже трубопроводы горячей и холодной воды, которые идут на второй этаж. Есть вов солнечных коллекторов. Ну, тут плохо видно. И вот там ниже теплового насоса. Водоподготовка. Опять же, здесь у нас защита от обмерзания. Все теплоизолировано. Вот это, скорее всего, не будем теплоизолировать, чтобы не прикривался вот этот блок. То есть, вот она толщина теплоизоляции холодных трубопроводов. Воздуховодов, извиняюсь. Вот он. Обычный диаметр. Это уже с учетом по 64 миллиметра. То есть, плюс 120... Сколько у нас? 128 миллиметров теплоизоляции. То есть, диаметр увеличивается. Здесь у нас вытяжной воздух собирается. Система независимых воздуховодов собрана в адаптер. И, соответственно, воздух заходит в эту установку вытяжной. Приточный. Значит, колорифер. И дальше. Вот здесь, за ревизионным бюджком, тоже свой адаптер. И система независимых воздуховодов идет по разным помещениям. Поехали. Мы находимся на втором этаже. Это мастер-спальня. Со своим самозлом. Опять же, здесь южный фасад. Здесь у нас западный фасад. Опять видим очень теплые окна. То есть, рядом с этими окнами можно находиться без проблем. Спать, наслаждаться природой. Если надо, открывать солнце, допускать солнцезащиту. Здесь ванна, например, уже отпущена. Ну и вот санузел. Практически уже готов. Больт душевая. Здесь отдельная ванная. Здесь у нас унитаз. Скрытая. Как она правильно называется? Инсталляция. Вытяжка. Пока заглушена, чтобы отделка и грязь туда не попадала. Ну и переточное отверстие, например. Наблюдаем над дверью. Можно было делать по дверью. Но тогда по ногам тянуло. Здесь оно над дверью и в стене с элементом шумомоглушения. То есть, у нас переточное отверстие будет еще комфортное. То есть, не будет шум передаваться из помещений в другие, либо в коридоры. То есть, в этом плане у нас все продумано. Здесь у нас восточный фасад. Соответственно, один из законных проемов, на которые можно обратить внимание. Грихао Генео. Теплый профиль. Видим трехкамерное остекление. Вот оно. Три камеры с уширителем. Изнутри мы это потом увидим. И мы перекрываем теплоизоляцией практически две трети рамы. То есть, тут порядка четырех с половиной сантиметров мы перекрываем теплоизоляцией по всему периметру. То есть, доутепляем узел. То есть, получается очень теплый узел. Потому что теплоизоляция заходит на раму. Ну, вот тут мы ПСУ наблюдаем, да. То есть, чтобы у нас штукатурка не трескалась, да. То есть, тут покрасей немножко сделают. А это направляющий под солнцезащиту. То есть, вот там сверху у нас тоже интегрирован специальный короб в слой теплоизоляции, да. Это такой теплый узел тоже проработанный. Перекрыта рама сверху теплоизоляцией. И туда собираются вот эти ламели. Они могут опускаться, поворачиваться. То есть, это у нас так называемые раф-шторы. Сейчас мы находимся на северном фасаде. Значит, здесь мы что в первую очередь видим? Это воздушный тепловой насос. Мамут. И, соответственно, ввод в здание. Это одна история. Дальше видим забор и выброс воздуха. Тут еще штукатурка не подведена. Сделают красивее. Но, соответственно, уже эти устройства для забора и выброса смонтированы с крупной сеткой. Обращаем внимание, там крупная сетка. Не мелкая, чтобы не было большого сопротивления. И единственное окно на северном фасаде, на втором этаже, в санузле. Больше здесь окон нет. То есть, практически глухая стена. Сейчас мы находимся на южном фасаде. Вот пример двух окон. Здесь солнцезащита опущена. Это попросили отделочники. Здесь мы ее подняли сейчас для того, чтобы снять. Что мы видим? Опять же, теплые поставочки, перекрытие, теплоизоляции, направляющие. И вот он короб. То есть, у нас есть вариант, когда откосы прямые. Есть вариант, вот там, например. То есть, у нас еще откосы под углом. Грубо говоря, шире получается угол. Больше и больше света проходит. Опять же, где-то это требование архитектуры. Где-то дополнительное теплопоступление, получающее энергетический баланс. Здесь у нас восточный фасад. Есть окна солнцезащиты. Первый этаж без солнцезащиты, потому что здесь будут кустарники и деревья. Соответственно, немножечко можно сэкономить. С дверным проемом мы напортачили. По факту нам дали не те размеры, которые привезли. Да, то есть, ну, опять же, есть определенные нюансы. Поэтому пришлось расширять проем. И видео на эту тему есть. Зато у нас есть возможность увидеть напыляемый пенополиуретан. Выносной монтаж Мезенбург. Вот он, теплый монтаж. Дверь тоже в зоне теплоизоляции. Здесь вот несколько слоев. Брусок, который впыляли. И к нему уже, соответственно, верхний слой механически крепился. И приклеился оштукатуренный предварительно плиты. Из пенопласта пятерка. Ну и, соответственно, финишная штукатурка. Ну, чтобы вы понимали, общий пирог теплоизоляции у нас получился 55 сантиметров. Значит, это теплые двери серии Снегирь от компании Торекс. С терморазрывом как и само дверное полотно, так и вот эта рама. Здесь мы видим герметизацию. Вот он, Мезенбург. Стена бетонная заканчивается. А уже вот эта коробка, она на Мезенбурге крепится в зоне теплоизоляции. Туда вся смещена. Это бетон. Ну и, соответственно, здесь по периметру все очень хорошо и качественно промазано. И выглядит очень герметично. Вспытания мы проводили. Все классно. Для того, чтобы улучшить теплотехнику двери, вот этой входной, смонтирована еще одна рама. Полотно мы сейчас убрали. В общей сумме вот это и вот это, с учетом монтажа, получается р-ка порядка двух с половиной. Продолжение следует... Редактор субтитров. Самоиллион. Продолжение следует...